привет меня зовут анна я преподаватель онлайн школы номер один мы с вами продолжаем изучать литературное чтение сегодня поговорим о том как же образуются слоги а именно какие звуки гласные согласные вспомним с вами также поговорим как образуется слог и конечно же кое-что повторим повторение мать учения как написано у нас в плане что поехали повторим мы с вами говорили о том что человек активно очень пользуется речь речь человека состоит из разных высказываний предложений эти предложения в свою очередь состоят из разных слов каждое слово имеет какой-то смысл слово является названием каких-то предметов действий и так далее а вот слово состоит из разных звуков и эти звуки образуют слоги повторим с вами какие же бывают звуки мы с вами об этом говорили на прошлом уроке что звуки бывают гласные и согласные они по-разному обозначаются в схемах согласные произносятся с шумом и их обозначают синим или зеленым цветом а гласные произносятся только голосом очень часто говорят что гласные можно пропеть но на самом деле звуки согласных некоторые звуки тоже можно пропеть поэтому это не совсем верно лучше говорить о том что гласные состоят только из голоса вы не делаете никакого шума не создаете никакого шума когда произносите гласный у а о слышите нету шума а если вы произносите у вас вибрирует язык вы произносите шум кто губами то языком то нёбом да вы каким-то образом произносите создаете шум и тогда получается согласно звуки в схемах мы обозначаем вот таким образом каждому звуку соответствует свой цвет каждый звук это квадратик но бывает так что встречается в схеме вот такой такая фигура прямоугольник разделенные диагональные линии на две части это так называемый слог слияния о нем мы сейчас поговорим для этого разгадайте мою загадку из листьев резных зеленая шуба на толстом стволе могучего дуба конечно мы говорим с вами про слово дуб давайте его произнесем дуб произнесите вместе со мной дуб дуб а теперь будем тянуть так как будто нас снимают в замедленной съемки додуты дieu д 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 у д 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 дent у д так выгода Слушайте? Всего три звука мы здесь произносим при этом первые два звука мы произносим на одном дыхании мы их не разделяем паузы д д д д д д д д Б как бы отделяется. Вот такая схема у нас получится к слову дуб. Смотрите. Ду-б. Первые два звука произносим вместе. Это слог слияния. Ду-б как будто бы отделяется. Дуб. То есть, когда мы говорим слово быстро, дуб, этого не слышно. Но если мы начнем выделять дуб, то мы четко услышим. Вот когда делаете звуковой разбор, всегда старайтесь медленно произносить слово. Это вам поможет не ошибиться. Итак, слог слияния это сочетание согласного плюс гласного. Отделяете слог слияния от понятия слог. Потому что все это слово, слово дуб, это один слог. Но в нем выделяется вот эта вот частица согласный плюс гласный. Это немножечко другое понятие. Слог слияния бывает и в других словах. Например, слово гусь. Гусь. Первый слог слияния гу. Два звука гу. Сь как бы отдельно идет. Но полностью это слово состоит только из одного слога. Гусь. Мы когда хлопаем в ладоши, гусь. Мы не говорим гусь. 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 Дуб. Один слог. Один слог в этих словах. Также слог слияния бывает и в других словах. Например, у нас есть слово орех. Давайте его разберем. Орех. 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 У нас с вами получаются два слога. Первый. А. Это гласный. Вы легко догадались. А во втором слоге там уже несколько звуков. Давайте смотреть. Орех. Орех получается во втором слоге. Орех. Выделяем по звукам. Орех. 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 Слышите? Три звука. При этом два из них создают слог слияния. Орех. Орех. Вот он слог слияния. И последний звук х как бы отдельно так идет. Но на самом деле он находится внутри этого слога. Орех. Ставим ударение. Орех. У нас второй слог будет ударным. Обратите внимание на это слово еще раз внимательно. Видите, мы разделили вертикальной чертой его на слоги. В первом слоге только один звук. А во втором слоге целых три звука. Но что интересно, что в этом и в этом слоге по одному гласному. Здесь согласных нету в первом слоге. А во втором целых два согласных. Давайте еще посмотрим. У нас есть слова стол и стул, которым подходит одна схема. Давайте составим ее. Стол. Стол. Первый звук выделяем. Стол. 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 С. С. Это согласный. Дальше. Сто. То. Слог слияния. То. Т. О. Да, у нас получается с гласным. О. Стол. Стол. Стул. Л. Последний звук. Согласный. Каждое из этих слов состоит из одного слога. И внутри этого слога есть слог слияния. Он будет ударным. Посмотрите еще раз на это слово внимательно. У нас только один слог. Три согласных и один гласный. Какой вывод мы можем сделать? Остановите видео, подумайте. Какой вывод нужно было сделать? Ребята, нужно запомнить, что слог образует только гласный звук. Сколько в слове гласных, столько там и будет слогов. В слоге может быть сколько угодно согласных. Может их вообще не быть. Может быть только один гласный. Может быть два согласных, один согласный. Может быть три. Бывают слоги, где четыре согласных есть. Но гласный всегда будет только один. Посмотрите, у нас есть схема к слову корзина. Сколько гласных вы видите? Один, два, три. Красные квадратики считаем. Три гласных. Значит, в этом слове будет три слога. Следующее слово вишня. Посмотрите на схему. Схема уже готова. Вишня. Сколько здесь гласных? Один, два, два красных квадратика, две красные части. Значит, два гласных, ребята. Соответственно, два звука. Один из этих звуков будет ударным. Давайте выделим ударение. Вишня. Вишня. Первый слог будет ударным. Первый гласный, он будет ударным. Ну что, а мы с вами подводим итог. Сегодня мы сказали о том, что слоги образуют только гласные звуки. Сколько в слове гласных, столько в нем и слогов. Именно по гласным мы можем посчитать количество слогов. Кроме этого, мы сказали, что в слоге может быть сколько угодно согласных. Может их вообще не быть. Может слог быть образован только одним гласным звуком. У меня на этом все. Спасибо вам, ребята, за внимание. До встречи на следующем занятии. Пока-пока.